Русская сказка на тамбовских сценах уже не новинка. Впервые спектакль был показан в 1984 году в Драматическом театре. Спектакль пользовался популярностью, собирал аншлаги, игрался более 450 раз. Режиссер-постановщик Михаил Березин спустя 36 лет решил вновь повторить свой успех и поставить сказку уже на сцене Тамбовского молодежного театра. Это легендарный спектакль, на нем выросло несколько поколений театралов. Постановкой занимались сразу два режиссера Михаил Березин и Виктор Федоров. Приходилось работать дистанционно, во многом полагаясь на видение и импровизацию актеров и на их отношение к материалу. Мы воспитывались на одном, наше поколение на одном вида сказок русские, которые были там. Морозко смотрели, русские народные сказки. Сейчас дети, молодежь, они смотрят другие сказки, там какие-нибудь феи, вампиры, всякое вот это. А у нас хорошо, у нас русская народная сказка, от которой дети таких сказок еще не видели. Ну, она это редкость, потому что многие ставят такие более современные, более. А у нас простая русская народная сказка о любви, о добре и зле, что любовь все побеждает. Спектакль будет большой формы, яркий, красочный, музыкальный. А главное, он будет отражать наше прошлое. Над этим уже трудились декораторы. Кулисы в форме рушников с орнаментом, привязанным к Тамбовской области. Специально подобранная цветовая гамма сценической одежды и костюмы действующих лиц. Зритель наш сможет действительно, присмотревшись, увидеть что-то, что когда-то видел у бабушки в деревне, что когда-то встречал книжки, задумываться, зачем это, что это. Ну, и действительно, видеть модным, красивым и ярким на сцене не что-то ультрасовременное, продиктованное нам какими-нибудь союзными государствами, а наше, родное и близкое. Наверное, в этом будет самое удивительное. Но вообще весь спектакль, он соткан из самых ярких, самых интересных событий. Здесь все движется, здесь все меняется. Преодолевать трудности в поисках счастья главные герои начнут уже в эти выходные. А помогать им будут дети, ведь каждый спектакль ТМТ – это совместное творчество актеров и зрителей. И в русской сказке будет все – песни, танцы, игры. Елена Хромова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.